Доктор, я чувствую напряжение мышц прямо до боли в области плеч, шеи и спины. При этом у меня начинает повышаться давление. Что это такое? Давайте же сегодня разбираться, в чем причина напряженности в шейно-воротниковой зоне и как на это повлиять. Меня зовут Стойка Ольга Александровна. Я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и более 10 лет занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-судистых заболеваний. Я врач как стационара, так и поликлиники, по крайней мере сейчас на момент 2023 года. Также я являюсь автором курса по нормализации артериального давления и оздоровлению. Подробнее вы можете почитать об этом курсе на сайте. Ссылочку на сайт вы можете найти в описании к этому видео. Итак, почему же у человека во время напряжения мышц плеч, шеи, спины повышается артериальное давление? Конечно же, чаще всего это из-за различных стрессовых факторов. Стресс это воздействие на организм каких-то внешних либо внутренних негативных факторов. Бывает даже и позитивных факторов. Иногда радостные события тоже приводят к повышению, например, артериального давления и пульса. Но сейчас о негативном. Каждый день нормального любого человека, здорового, больного, всегда, каждый день, любой человек сталкивается с определенными стрессовыми факторами. Так вот, какие-то люди нормально переносят это, перерабатывают, а какие-то не могут перенести, что проявляется различными в итоге заболеваниями. Начиная от сердечно-сосудистых, повышения давления, ишемической болезни сердца, в том числе начинают болеть, проявляться заболевания желудочно-кишечного тракта, возникает гастрит, либо обостряться гастрит, возникает язвенная болезнь желудка. Это все психосоматические заболевания. Так вот, стресс, стресс, он негативно влияет на все, в том числе и может повышать давление. Каким образом? Во время стрессовой ситуации происходит, во-первых, активация симпатической нервной системы. А из механизма, о котором я уже рассказывала ранее, какие есть четыре механизма, которые влияют на наше артериальное давление. Так вот, один из механизмов формирования гипертонии – это чрезмерная активация симпатической нервной системы. При стрессе система нервно-симпатическая активируется, то есть происходит дисбаланс между симпатикой и парасимпатикой. Вот в норме должен быть баланс, а здесь происходит дисбаланс. Симпатика преобладает, парасимпатика подавлена. И происходит выработка в головном мозге гормона вазопрессина. Этот гормон способствует сужению артерий, что приводит, соответственно, к повышению артериального давления. Кроме этого, кроме вазопрессина, во время стресса наша кран от почечника вырабатывает еще и другие гормоны стресса. Это кортизол, дофамин, норадреналин, адреналин в большом количестве. В норме, конечно же, когда этих гормонов чуть-чуть, это даже польза для организма. Это способствует тому, что человек, например, с утра уровень кортизола наибольший, чем вечером. И так же, как и уровень адреналина. Когда мы куда-то идем на работу, спешим, уровень адреналина у нас повышается. Это хорошо, это благо. Но когда стресса много, идет чрезмерная выработка адреналина, кортизола, вазопрессина. Все это способствует тому, что из гипертензионного синдрома формируется уже гипертоническая болезнь. Гипертензионный синдром, еще его называют нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, либо высокое нормальное давление, кто-то может сказать. Так вот, синдром это когда вроде как давления нет, но иногда оно повышается. Но при устранении стрессового фактора оно снижается. Гипертоническая болезнь – это уже хроническое заболевание, характеризующееся стойким длительным повышением артериального давления более 140 на 90. И даже когда все хорошо у человека, все спокойно, нет стрессовых факторов, все замечательно, он в расслабленном состоянии, меряет давление, а давление у него 160 на 100. Это плохо. И с этим нужно работать. Мы сейчас с вами разобрали два фактора, которые приводят к повышению артериального давления, и в том числе к увеличению напряженности мышц в шейно-воротниковой зоне. Третий фактор – это негативные привычки и поведенческие факторы. То есть когда происходит какой-то негатив, человек что делает? Ну, если это мужчина, чаще это мужчины, выйдут на улицу, закурят сигарету, а сигарета еще раз приводит к повышению давления. То есть одна выкуренная сигарета у некоторых людей через 5 минут может повышать артериальное давление до 20 мм ртутного столба. Были такие исследования. Алкоголь. Некоторые пытаются стресс расслабиться при помощи алкоголя, нивелировать стресс при помощи алкоголя. Алкоголь тоже у некоторых людей, я так скажу, не у всех, но у некоторых, особенно чрезмерное употребление алкоголя, приводит к сужению сосудов и к повышению артериального давления. Иногда даже наш приемник в стационаре, не иногда, а это постоянно, регулярно, стабильно. В новогодние праздники у нас приемник заполнен гипертоническими тризами, инфарктами на фоне гипертонических тризов, фибрилляциями предсердий, потому что идет чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники. Люди пьют как не в себя, и, соответственно, это приводит к дестабилизации заболевания. Еще хуже, когда человек принимает алкоголь при каком-то негативном событии, стрессе. Запомните, дорогие мои, если у вас произошло какое-то негативное событие, депрессивное состояние, алкоголь принимать не рекомендуется, потому что алкоголь будет усугублять ту депрессию, которая у вас уже имеется. Это под данным доказательной психиатрии. Алкоголь можно когда употреблять в умеренных количествах только по праздникам, когда есть какие-то хорошие события в жизни человека. Только в таких случаях, при негативных ситуациях, алкоголь нежелателен. Да, он вас расслабит, и в то же время на следующий день будет похмелье, будет риск развития аритмии, будет риск развития гипертонического криза. Кроме этого, алкоголь негативно сочетается, большое чрезмерное потребление алкоголя негативно сочетается с таблеточками, которые человек должен принимать от давления, поэтому не нужно. Кроме этого, алкоголь поражает печень, увеличивается. ГГТ, АСТ, АЛТ, кроме этого, поражаются почки, снижается скорость клубочковой фильтрации, организм зашлаковывается, и вам необходимо потом очень долго-долго проводить чистку организма, чтобы вывести те яды и токсины, которые поступили с алкоголем. Теперь возьмем другие поведенческие факторы, такие как переедание. Что делают женщины, когда сталкиваются со стрессом? У некоторых женщин вообще в горло ничего не лезет, да, как говорится, куска хлеба не надо, она в депрессии, а некоторые женщины начинают заедать, и заедать сладеньким, что тоже негативно, оказывается на давлении. Все это, все эти факторы вместе со стрессом, то есть стресс приводит к спазмированию сосудов, к перееданию, к употреблению алкоголя, к выкуриванию большого количества сигарет, все это приводит к появлению напряжения мышц, плеч, шеи и спины. И мышцы так напряжены, что они могут болеть. Плюс, если в организме есть какие-то дефицитные состояния, то у человека еще и добавляется тахикардия, экстрасистолия, это такие нарушения ритма сердца. Поэтому со стрессом нужно учиться работать. На моем курсе по нормализации артериального давления и оздоровлению я обучаю людей эффективным методикам по работе со стрессовыми факторами. Подробнее по ссылке на сайте. Смотреть в описании к этому видео. На этом все. Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok